С початку года у Витебской области зафиксованы 15 выпадков захворывания на одер, яка и у целом по республице эпидемиологичную ситуацию урачи называют стабильной. Треть выпадков завезены у Беларусь с замяжи. Кроме того, мишенью для вируса становятся дети, батьки яких отмывались от плановой вакцинации. Межтыми, новита прищепка застаётся наибольшь эффективным методом профилактики одру. Вероходность подхопить хворобу после вакцинации не превышает рух процентов, означают медики. Это вирусное заболевание. Вызывается вирусом кори. Инкубационный период, то есть скрытый период, длится от 7 до 21 дня. И начало заболевания, в принципе, это недомогание, повышение температуры, слабость, разбитость и так далее. В дальнейшем, где-то на 4-5 сутки появляется сыпь. Сыпь носит этапный характер, то есть начиная с головы, шеи, дальше она распространяется по туловищу. Ну и человек является заразным в течение 10 дней заболевания. Конечно, очень важно с точки зрения эпидемиологии, что человек, даже не имея вот таких специфичных проявлений, то и сыпи уже с момента появления температуры является заразным для окружающих. Осложнениями заболевания могут быть такие, как отиты, ларингиты, бронхиты, трохииты, пневмонии, поражение сердечно-сосудистой системы, ну и головного мозга. По воде информации с Усветной организацией Аховы Здоровья, в Усвете зарегистрованы больше за 9 миллионов выпадков захворывания на одер. С выше 170 тысяч со сморотным заходом. Беларусы до захворывания ставятся серьезно. Ахов, прищепленного от адру насильництва, складает каля 97%. По этой причине ситуация с захворыванием у нашей краине застается стабильной и контролюемой.